Смотрите, это как раз следующий пункт, про который хотел говорить. Он связан и с баллами, и с дисквалом, и с пеналти одновременно. То есть, ну, как бы, следующий раздел предупреждения, да, некоторые предупреждения, некоторые нарушения правил. Это просто будет, ну, пеналти, да, и вы продолжите схватку. Некоторые нарушения правил приведут к дисквалификации. И также мы еще поговорим о дисквалификации дисциплинарной. То есть, есть техническая дисквалификация, это, например, слэм, поднял, ударил. Я сделал запрещенное техническое действие. Но, если я, там, допустим, допустим, был финал, я иду в абсолютку, да. Если, допустим, я где-то до этого боролся, то мои результаты остаются. А, например, если я выиграл свою категорию, мы боремся в абсолютке, и, допустим, я дал игру просто в вещах, потому что он мне не понравился. Это дисциплинарный дисквал. Я снимаюсь, как будто меня не было на турнире. То есть, все мои результаты обнулируются. Понимаете? То есть, это важно понимать, разницу между дисциплинарной дисквалификацией и технической. То, что Игорь сказал, уходы за ковер с сабмишином. Если Игорь, например, начинает мне делать, не знаю, кимуру или той холд, то есть атаки, которые, ну, предрасполагают к тому, что, если мне Игорь ломает руку, если я могу, я буду кувыркаться, понимаете, да. Если мне крутят стопу сюда, я буду крутиться, я буду стараться, ну, убрать давление за счет движений. Если я делаю правильную защиту, я просто укручиваюсь по ходу движения, и таким образом мы выходим за зону татами, то не преднамеренно, а как бы, ну, я просто ухожу и просто закончил с татами. То есть нет такого, что, допустим, Игорь мне крутит стопу, да, и я такой, блядь, вот так, да, ползу. Это одна история, а другая история, он мне крутит, и я раз, два, и вот я здесь, понимаете, да. Это два разных эпизода, то есть если он мне просто атакует ногу той холдом вот этим, а я просто по ходу движения кручусь, защищаясь правильно, технически, и таким образом мы оба покидаем, ну, то есть я покидаю татами, да, вот, то стоп, центр татами, на ногах, в стойке, Игорь два балла, как человек, который делал сабмишин, мне ничего. Если вот вариант, который я показал, Игорь меня атакует, неважно каким сабмишином, ахиллом, крутит стопу, делает рычаг локтя, закрыл на мне треугольник, и я либо его выталкиваю за татами специально, либо сам выхожу за татами, и это дисквалификация. Есть любители, кстати, вытолкали из треугольника, он закрывает, а вы встречаются. Есть любители поднять и выйти, есть любители, понимаете, вот если Игорь закрыл мне треугольник, и я вот так вот вытолкал его за татами, я рискую быть дисквалифицирован. Не сто процентов. Как судья расценит этот эпизод? Если судья считает, что я не видел и вообще не понимал, где я, то есть бывает, что плотно закрываю треугольник, я вообще не вижу, то есть я лежу на человеке, я вижу только его кимоно, если вообще что-то вижу, я вот так вот, и я пытаюсь убрать давление, я пытаюсь встать, что-то еще, и я толкаю еще что-то, и бац, с татами кончилось. Это одна история, да? Судья может это интерпретировать как то, что я не видел, тогда будет вот первый сценарий от Игора, два балла и как бы нейтральное положение в стойке. А если вот классика жанра, это прям вот стопроцентный дисквал, вот Игорь здесь лежит, закрывает мне треугольник, и люди идут туда. Ну это можно даже тогда не останавливаться дальше. Вот, то есть это как бы дисквал будет, это как бы надо понимать. Хороший вопрос еще с точки зрения, что вот относительно новая редакция правил, что если я использую нелегальный захват, чтобы выйти из сабмишна, я дисквалифицируюсь. То есть, пример, Игорь мне закидывает треугольник, а может так, головой только, чтобы видно было всем. Я беру, нахожу, и, ну, не знаю, это может быть случайно, но вот я взял захват за штанину, вот так, видите, пальцами вовнутрь, и снимаю за счет этого захвата, например, треугольник, я дисквалифицируюсь. Если судья это прям увидит, ну а здесь это как бы достаточно хорошо видно, то я дисквалифицируюсь. То есть уход и сабмишна с помощью нелегального захвата, это дисквал.